За плечами офицера из правительственной системы Самарской области Богдана Желтухина 8 лет службы. Держать себя в прекрасной физической и психологической форме помогает конкурс «Виват офицеры». Богдан надеется победить с песней «Если в 41-м я не стал солдатом». Впервые офицер ее услышал на Грушинском фестивале. Понравилось. Если вникнуться в каждый текст, в каждые слова этой песни, будут слезы. Первый этап пятого всероссийского конкурса «Виват офицеры» среди сотрудников УФСИН России по Самарской области проходит в юридическом институте. Творческий конкурс состоял из нескольких выступлений. Нужно было спеть, сыграть на музыкальном инструменте, сплясать, прочесть стихотворение или прозун и показать видеоролик о своей профессии. Жюри компетентные. Ветераны УФСИН, действующие сотрудники, представители городской думы и общественного совета. «Для сотрудников не только служба важна, но и то, что они просто люди, и то, что они члены общества нашего, это лишний раз им напоминает. И то, что у них есть семьи, дети, что они спортсмены, кто-то артисты. Это отличное начинание, тем более в современности, когда роль офицера вообще выросла и в обществе, и в нашей стране». Перед выходом на сцену офицеры соревновались в профессиональном мастерстве по олимпийскому принципу – быстрее, выше, сильнее. Нужно было пробежать три километра, максимально подтянуться на турнике, победить на татаме, попасть в яблочко из пистолета и показать строевую выправку. «Вот здесь участники такой универсальный характер. То есть и спортсмены, и творческие люди. Если ты вышел на сцену, то ты уже чемпион, потому что, скажем, на сцену может выйти не каждый. Это очень тяжело, но участники к этому готовились, участники провели большую подготовку, а я и думал, с этим справились». Попасть на конкурс мог любой офицер исправительной системы. Отборочные этапы проходили в каждой колонии Самарской области и в юридическом институте. Победители, их 20 человек, разыграли путевку на всероссийский финал. Он пройдет летом будущего года в столице России – Москве. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Продолжение следует...